Обязательно медицинское страхование обеспечивает всем гражданам страны возможность получать медицинское обслуживание. Вне зависимости от того, сколько вам лет, трудоустроены ли вы, какого вы пола, при наличии полиса вы получите необходимую медпомощь. Именно в течение этого года по заявлению правительства страны отечественному здравоохранению необходимо реализовать начальные этапы перехода к страховым принципам и сформировать централизованную систему госконтроля за качеством медпомощи. И как эти принципы реализуются в Башкортостане, поговорим сегодня в эфире телеканала РБК Уфа. Меня зовут Равиль Батолин. Здравствуйте и гости сегодняшней программы. Заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан Гузель Ямасова и начальник медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных страховой компании Башкортостан Медицина Михаил Ковалев. Вечер добрый вам. Здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос у меня к обоим спикерам. Обязательное медицинское страхование гарантирует каждому жителю страны бесплатную помощь. Как гласит закон при наличии у гражданина полиса, эта самая помощь может быть оказана в любом уголке страны? Этот принцип и получает больше всего нарекания, как СМИ пишут, когда граждане не могут получить помощь в тех или иных, уезжая в командировку. Сейчас это условие выполняется или до сих пор люди не могут получить медпомощь вне места жительства? Ну, я скажу, что это немножко надуманный повод. Система наша работает 20 лет, и, в общем-то, этот принцип у нас отработан достаточно давно. Вот я для примера скажу, что за первые полугодия этого года наши жители, которые застраховывали нас, за пределами республики, это больше 250 тысяч страховых случаев было пациентов, на сумму 360 миллионов рублей мы заплатили в другие территории, оказана помощь нашим жителям. В то же время в наших медицинских учреждениях это более 43 тысяч жителей других регионов получили в наших медицинских учреждениях, и мы получили 190 миллионов за оказанную эту помощь из других территориальных фондов. Эта система налажена давно, понятно, что, наверное, бывают сбои, но системных каких-то проблем никогда у нас не возникало. Если это единичные случаи, иногда бывает нужно вмешательство территориального фонда, но, как правило, эти обращения у нас единичные, минимальные, и проблем как раз с оказанием медицинской помощи нет. И у нас из года в год идет рост стоимости, который мы платим в другие территории, потому что, вы знаете, с прошлого года у нас вошла высокотехнологичная медицинская помощь, вот та помощь, которая идет за счет ОМС в федеральных клиниках, она тоже оплачивается территориальным фондом, поэтому рост идет большой, и проблем таких, я думаю, не существует. Но в любом случае, отправляясь за пределы нашей республики, надо с собой захватывать страховой медицинский полис, и помните о том, что помощь вам должна быть оказана бесплатно. Если кто-то пытается нарушить это ваше право, это ваше право жаловаться, вы должны обратиться в администрацию медицинской организации того населенного пункта, где вы находитесь, если этот вопрос не решается. У вас есть телефон страховой компании, в которой вы застрахованы. В общем, этот вопрос легко решить, но надо в любом случае отстаивать свои права, и помните о том, что помощь оказывается бесплатна. А вот бюджет ОМС пациента, наверное, должно страховать меньше всего. Ваши представители страховой компании к вам обращаются с такой проблемой, что не оказывается помощь? Поскольку я представляю страховую компанию, недавно появившуюся на рынке обязательного медицинского страхования. Но тем не менее, база у вас 5000 человек, все-таки есть, наверное, какая-то обратная связь. Практически, да, мы с Нового года приступили к осуществлению своей деятельности, и, в общем-то, проблем у наших застрахованных с получением медицинской помощи на другой территории пока не возникало. Во всяком случае, таких обращений не было. И, насколько я знаю, оплата инотерриториальных пациентов весьма, скажем так, строго осуществляется по межтерриториальным взаиморасчетам. Если бы возникли подобные затруднения у наших застрахованных, я думаю, мы бы о них как-то узнали и, в общем-то, конечно же, оказали содействие и помощь в этом вопросе. Вот я сейчас предлагаю обсудить статистику. В прошлом году правительство страны определило финансирование фонда медицинского страхования согласно постановлению, в 2015 году значительно увеличили подушевые нормативы финансирования базовой программы ОМС. Вот давайте посмотрим. В 2015 году они составляют 8260 рублей на человека, что выше на 18%. Показатели предыдущего года. В 2016 году эта цифра будет уже равна 8727 рублей. В 2017 году 9741 рубль. Рост на 12%. Как считаете, эти цифры, увеличенные на хороший процент, достаточно для оказания качественной помощи гражданам? Или все-таки они крайне малые? Михаил, давайте с вас начнем. Вы знаете, проблема с финансированием, конечно же, время от времени возникает в сфере ОМС, лечебные учреждения. Во всяком случае, насколько мы с ними уже начали взаимодействовать, согласно договору на оказание оплаты медицинской помощи, финансирование, скажем так, по каким-то статьям, ну, как они, скажем так, представители лечебных учреждений утверждают, им не всегда хватает и, в общем-то, есть определенные сложности в этом вопросе. Об этом, наверное, даже не стоит обсуждать, что система здравоохранения – это наиболее затрата емкая, и сколько бы денег даже в самой богатой стране не выделялось на здравоохранение, этих денег не будет хватать, потому что появляются новые технологии, новые медикаменты, которые требуют новых затрат. Но я хотела бы обратить ваше внимание, вы сравнили с 2014 годом. У нас очень значительный рост произошел с 2013 года нормативов ОМСовских, и ни одна отрасль в нашей стране не получила такого роста финансирования, как здравоохранение. Эти деньги достаточно большие. Буквально несколько лет назад мы мечтали о подушевом нормативе финансирования – 4000 рублей. Он несколько лет даже не достигался. Теперь этот норматив вырос в два раза. Понятно, что деньги достаточно большие пришли в здравоохранение, и надо жить в пределах тех средств, которые определены законом. Федеральным о бюджете Федерального фонда и нашим региональным законом о бюджете Территориального фонда. В пределах тех денег их вполне достаточно, чтобы организовать медицинскую помощь достаточного объема и качества в нужные сроки. Другой вопрос, что у нас в ряде случаев страдает организация оказания медицинской помощи. Потому что приходится достаточно много ездить по республике, находятся рядом две центральные районные больницы, примерно одинаковый радиус обслуживания, одинаковое число пациентов. Финансируются они у нас по одинаковым тарифам. В одной больнице есть все для получения медицинской помощи. А чуть ли не в соседней больнице приходится нет того, другого, третьего. Это в первую очередь вопрос организации оказания. Как рационально и правильно пользоваться теми деньгами, которые правительство, сколько оно смогло, столько оно выделяет на здравоохранение. Как известно, программа ОМС покрывает не все. Иногда врачи требуют что-то оплатить дополнительно. К примеру, лечение зуба бесплатно, но пломба из материала, который выглядит как настоящий зуб, врач прослужит долго, врач просит за дополнительную плату. Это все-таки врачебный произвол или это легально? Давайте с вас начнем. Вы все-таки на местах сталкиваетесь с этим, Михаил. Стоматология у нас считается как бы немножечко отдельной в этом плане областью видом медицинской помощи. Там есть, скажем так, пациенту должны предлагать всегда альтернативу в виде более качественных, может быть, пломбировочных материалов. Но перед этим, по закону, медицинский представитель, или врач, или официальный организатор медицинской деятельности в данной стоматологической поликлиники должен разъяснить права пациента и доходчиво, скажем так, объяснить именно то, что пациент имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи стоматологической в данном случае. И все остальное является альтернативой, скажем так, только в том случае, если он на это согласен. И ваш комментарий. У нас звонок есть. Я еще раз повторяюсь, что вообще это не приказ, а федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан, и наш закон об обязательном медицинском страховании, гласит, что все, что входит у нас в перечень жизненно важных необходимых препаратов, в том числе пломбы, необходимые для того, чтобы запломбировать, предоставляется пациенту бесплатно. Если там какие-то новые материалы появились, которые не успели в этот перечень войти, как правило, пациенту предоставляется право. Он может что-то другое захотеть. Но в любом случае, то, что оказывается за счет ОМС, в любом случае это качественное, то, что прописано на уровне нашей страны, теми же стоматологами, то, что вошло в бесплатный перечень. Этого вполне достаточно. Может быть, где-то есть элемент, как вы говорите, заинтересованности, материального заработка со стороны доктора. Ну вот у нас сейчас с нами на прямую телефонную связь. Со студией выходит первый заместитель министра здравоохранения республики Рустам Валеев. Рустам Фазылыч, слышно нас? Да, да, да. Отлично. Вечер добрый. Вот смотрите, размеры штрафных санкций страховых и медицинских организаций заставляют медицинское сообщество говорить о финансовом ИГИ страховщиков и ставить вопрос как об обоснованности этих санкций, так и необходимости оценить правомерность действий страховщиков. Вот как бы вы прокомментировали сложившуюся ситуацию? Ну, во-первых, будучи сам руководитель лечебного учреждения до назначения первым заместителем, да, мы обсуждали эти вопросы, но сегодня экспертами страховых организаций являются врачи, именно специалисты в каждой области, будь то неврология, будь то кардиология, будь то хирургия, и оценивать работу врачей, врач, специалист в данной области. Поэтому сказать, что сегодня есть ИГИ страховых организаций о том, что они неправильно так оценивают нашу работу, я бы не сказал. Во-первых, любое решение эксперта и решение, которое выносит страховая организация, всегда можно обжаловать. Для этого есть фонд медстрахования, и для этого есть и согласительная комиссия, где все вопросы, с которыми не согласны на лечебное учреждение со страховой организацией, обсуждаются и выносятся правильное решение. Поэтому сегодня говорить, что идут моменты неправомерные штрафные санкции, я бы не сказал. И тем более мы постоянно на связи с фондами страхования, постоянно общаемся, и лечебные учреждения, и главные учреждения, и со страховыми организациями, для того, чтобы найти приемлемое решение при оценке качества оказания медицинской помощи. Да, ваше мнение понятно, Рустам Фазылыч, спасибо вам большое. С нами на прямой связи по телефону был первый заместитель министра здравоохранения Республики Рустам Валеев. Ну вот смотрите, директор фонда здоровья, член центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов, не так давно заявил, что необходимо, чтобы Минздрав и Росздравнадзор провели оценку деятельности коммерческих страховых компаний об основанности применениями штрафных санкций, отказов в оплате медпомощи. Также нужно разработать, он говорит, что единый критерий деятельности экспертов. Вот вы насколько согласны с этим заявлением, можно ли сказать, что страховщики охотятся за штрафами, за медуслуги? Ну, я хотела бы сказать, что они не охотятся за штрафами, они выполняют наш 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании. Там есть глава 9, в которой четко прописано, что это прямой долг, обязанность страховых медицинских организаций. Оговорен процент проверок. И если они эту работу не выполняют, то в нашем договоре включен пункт, вот совсем недавно у нас был случай, когда одна из страховых компаний не выполнила предусмотренный законом этот объем проверки, была оштрафована на сумму более 500 тысяч рублей. Это нормальные договорные отношения. Опять-таки, средства на ведение дела, это всегда вызывает достаточно большой вопрос. Мы работаем в соответствии с федеральными нормативными документами. Там прописано средства на ведение дела, страховые имеют от 1 до 2%. У нас в республике это 1%. Минимальное то, что возможно по закону. По штрафным санкциям. Там четко определен порядок проведения. Причем этот порядок у нас определен федеральным фондом, так как прописано в законе. Все, вот уже Рустам Фазелович сказал, за что наказываются медицинские организации. Там тоже четко все это прописано. Поэтому страховые компании обязаны делать эту работу. Мало того, вот эти штрафы, они идут в страховую компанию или они возвращаются в бюджет? Там же описан порядок такой, что 70% идет обратно, возвращается на оплату медицинской помощи. 30% остается в страховой компании на организацию проведения экспертизы. По цифрам, где-то я читала там от 3 до 4%, это совершенно, ну у нас в республике такого быть не может. В прошлом году объем финансовых санкций был 0,33% от объема финансирования. То, что осталось в страховых компаниях. В этом году 0,37%. То есть можно сказать, что в принципе помощь оказывается все качественнее и качественнее? То есть раз в страховой компании штрафы накладываются меньше и меньше. Нет, штрафов стало не меньше. У нас растет территориальная программа, поэтому объем штрафных санкций, к сожалению, пока сохраняется. И у нас из года в год одни и те же медицинские организации. Мы бы сказали, что это неправильно установлено. Но вот я хочу сказать, что наши республиканские организации, очень маленький объем финансовых санкций. Во всех, например, республиканских. Очень минимальные штрафные санкции, это республиканский кардиодиспансер, онкодиспансер. И достаточно большое идет уменьшение финансирования третьей больницы города Уфы, Салаватский родильный дом и четвертый родильный дом. Михаил, вы как считаете, можно ли говорить? Я могу к этому добавить, что разговоры о заинтересованности страховых компаний в наложении финансовых санкций как можно больших размеров, они беспочвенны. Почему? Потому что, согласно существующему порядку, по обеспечению контроля качества медицинской помощи, страховая медицинская компания для проведения экспертизы качества привлекает, всегда привлекает нештатного врача-эксперта, который входит в единый территориальный регистр экспертов качества медицинской помощи, утверждаемый, опять же, территориальным фондом обязательного медицинского страхования. С этим экспертом заключается договор гражданско-правового характера, работа его оплачивается. Эксперт этот считает, к нему предъявляются, во-первых, ряд условий, которые позволяют считать, скажем так, его кандидатуру достаточно, в общем-то... Независимый. Да, да, безусловно. Кроме того, что это врач, имеющий стаж работы не менее 10 лет, проработавшийся в сфере здравоохранения. Лучше можно сказать, что, в принципе, здесь абсолютно беспочвенно все это. И мы следим за тем, чтобы зарплата эксперта, она ни в коем случае не зависит от того, сколько штрафов по его экспертизе наложили, только за объем проверенной медицинской документации. Нет штрафов или это штрафы огромные, от этого его зарплата никак не зависит. Ну и тогда заключительный вопрос у меня, резюмируя наш сегодняшний разговор. Насколько сейчас отлажена работа системы ОМС Башкортостане? Насколько качественно оказалась медпомощь? И достаточно ли финансирования? Давайте с вас начнем, Золика. Ну, я уже сказала, что система у нас работает больше 20 лет. И у нас республика, она, в общем-то, шла всегда по своему пути. Вот с 2005 года мы пошли так же, как вся наша Российская Федерация. Начали работать со страховыми медицинскими организациями. У нас идет рост финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования. Проблемы, они, наверное, есть, как в каждой отрасли, потому что это связано с людьми. Это не всегда все пациенты остаются, к сожалению, довольными. У нас идет рост обоснованных жалоб даже в этом году. Причем, если у нас это были единичные, у нас появилось... Но в первую очередь это жалобы на качество оказания медицинской помощи, на организацию работы медицинских организаций. Мы разбираемся с каждым случаем, но мы считаем, что рост этот не потому, что больницы стали хуже работать, пациенты, наверное, стали более информированы о своих правах и чаще обращаются к нам. И мы работаем, в общем-то, в тесном взаимодействии с тем же Минздравом. Вот сказал, есть порядок страховая компания. Мало того, мы перепроверяем 20% после страховых компаний. И, как правило, когда мы находим расхождение, они меньше 1%. Это статистически достоверно. И если есть спорный случай, то мы привлекаем экспертов, в том числе, с других территорий. У нас комиссия по рассмотрению претензий. В прошлом году это больше тысячи случаев мы разбирали. В этом году уже почти 900 спорных случаев, когда медицинская организация не согласна. Мы делаем повторную экспертизу. И еще раз говорю, если нужно, мы привлекаем специалистов вообще с другой территории, которые не знакомы ни с метаорганизацией, ни со страховой компанией. И мы комиссионно все эти случаи разбираем. Ну и Михаил, ваш комментарий. Ну, я бы сказал, что из своего опыта, скажем так, более распространяющегося, немножко шире работы именно в Башкортостан-медицине, я до этого работал в других страховых медицинских компаниях, могу сказать, что определенное уменьшение количества дефектов и надлежащего оказания медицинской помощи, оно прослеживалось. Все-таки вот этот механизм финансовой санкции, предусмотренный за различные нарушения в ходе экспертизы, выявляемой, все-таки как процессуальной нормой достаточно действенный механизм и позволяет, скажем так, вернее, скажем так, лечебные учреждения, все-таки опасаясь, скажем так, вот этих санкций со стороны страховых, они все-таки качество медицинской помощи улучшают. Со временем динамика такая, все-таки просматривается. Спасибо. Реформирование здравоохранения – процесс перманентный, нет ни одной системы, ни в одной стране мира, в которой граждане были бы безоговорочно довольны. Поэтому здесь очень важна готовность всех заинтересованных сторон к диалогу и совершенно недопустимой попытке подтасовок и извращения цифр и фактов с целью очернить тех, кто участвует в этой важной работе. Как справедливо отметил Владимир Путин в своем послании, нельзя имитировать внимание к людям, нельзя имитировать медицинскую помощь, надо научиться уважать себя и помнить, что из репутации конкретных врачей, больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая репутация страны. Это была программа «Дело» и в гостях сегодня у нас были заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан Гузель Ямасова и начальник службы медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных страховой компании «Башкортостан Медицина» Михаил Ковалев. Спасибо вам большое за участие в программе. Было очень.